Что делать, если не удается завести семью? Вообще, знаете, есть два подхода в отношении к семье. Их оба озвучивает апостол Павел. У него есть отрывок о браке в послании к Ефесиным и есть отрывок о браке в послании к Коринфянам. Седьмая глава. Это разные свидетельства о браке. Потому что есть два разных подхода к заключению брака. Первый это завести семью. Вот именно с этого начинается седьмая глава первого послания к Коринфянам. Завести семью и терпеть. Ну все, что там происходит, ну не так, как может не хочется и ожидается. Вот как и говорит, заключая седьмую главу апостол Павел, будут иметь скорби по плоти, а мне их жаль. Но это вариант. Это решение проблем. Собственно, в прежние времена чаще всего так и делали. Вот. Но поскольку отношение к браку и супружеству было несколько иное, само общество было иное, то проблем с этим было гораздо меньше. То есть мне нужна семья, мне нужна женщина. Женщине нужен мужчина, нужны дети. И люди вот примерно не чувствуют отвращения друг к другу. Вот. В существенно, так по большому счету всем женщины и всем мужчины они одинаковы. По большому счету без каких-то личностных переживаний. А в те эпохи личностные переживания люди умели не выпячивать. Вот. Они могли относиться к этому вот именно так, с общественной точки зрения. Надо, значит надо. Вот. И заключали браки. Конечно, этот брак, чего, например, не удавалось достигнуть русской общности на протяжении нескольких столетий, этот брак должен контролироваться и поддерживаться обществом. Раньше это было, но после Петровской эпохи это стало разрушаться. А раньше, ну даже не после Петровской, вот в 17 веке еще начало это разрушение. Но в целом древнее общество, и русское в том числе, до 17 века, оно, так же как современная исламская община, она стояла на страже этого брака. Поскольку он был заключен не на основании личных отношений, а на основании того, что надо создавать семью, это все понимали. Для этого нужно семью беречь. Вот. Конечно, это в первую очередь должны делать супруги, но общество за этим следит. Зачем следит? Оно следит за тем, чтобы не обижали ни того, ни другую. Чтобы сохранялась справедливость, чтобы жена не была в унижении, в принижении, в попирании своего личного достоинства. И чтобы мужчина тоже занимался своим делом, так содержал семью, отвечал за это. И в то же время никто бы на него не наседал, не пилил, не унижал. Вот. Все это общество контролировало. В некоторых сообществах это контроль и до сего дня умеют реализовать и осуществить. Вот. У нас, в нашем обществе, это не делается. Общественных структур нету, которые бы за это отвечали. К сожалению, ну, это сломано еще задолго до того, как произошла, пришла советская власть. Все. Но суть именно в том, что, конечно, сейчас это трудно сделать, но вариант, тем не менее, есть. Такой первый способ, законный, оправданный Священным Писанием, что если нужно срочно заводить семью, то надо ее заводить, но при этом терпеть все те трудности и скорби, которые случаются из-за того, что там несовпадение характеров. Ну, можно научиться с этим жить. В конце концов, люди часто попадают, скажем, в офис, там, в танк, в какую-нибудь там, в камеру, в общежитие. Попадают с разными характерами, научатся как-то с этим делать. В том-то и дело, если ты понимаешь, что ты просто заводишь некую социальную общность, надо уметь выстраивать партнерские отношения, уметь снисходить, понимать, принимать, носить немощи друг друга. Второй способ. Он на самом деле труднее. Второй способ – это ждать и молиться. Ну, нет семьи. Ну, надо же верить, что Бог, вложив в меня желание семьи и благой, хорошей жены или замечательного мужа, Он вложил в меня это желание. Я не хочу выходить замуж или жениться на первой встрече. Значит, Бог, вложивший в меня это желание, Он где-то создал для меня ту или того, который будет радостью моей жизни. Но для этого нужно ждать и молиться. Ждать, терпеть, когда это случится. Когда мы, скажем, описываем истории древних праведников Исааку, Ревеку, Иакова, Рахиль, мы не очень задумываемся над тем, мы четко знаем, сколько лет было Ревеке и Рахиль, и совершенно не соотносим с тем, сколько лет было Исааку, сколько лет было Иакову. Вот, посмотрите, вы очень-очень удивитесь. На самом деле, хорошая жена и жена, которая до последнего твоего дыхания будет радостью твоей жизни, это то, ради чего стоит подождать и стоит потерпеть. И есть смысл молиться. Но чтобы это осуществилось, нужно непоколебимо верить, что Бог, создавая меня, позаботился и об этом. На самом деле, мы изнемогаем не потому, что трудно ждать, а потому, что мы теряем веру в то, что Бог благий и человеколюбец, что Он действительно позаботился и об этом, быть может, даже об этом позаботился в первую очередь, ибо это чрезвычайно важно для человека. Но для этого, если ждать и молиться, есть одно условие. Он, собственно, общее для любого христианина, но здесь оно важно именно в одном аспекте. Господь говорит, ищите прежде Царство Божье, и все остальное приложится вам. Все остальное приложится, включая и хорошую жену, и хорошего мужа. Надо искать Царство Божье, то есть искать осуществление и выполнение воли Божьей. Вот, когда мы это делаем, все остальное как-то само собой устраивается. Ошибка наша в том, что мы начинаем искать его или ее. Это ошибка. Оно к ошибке часто и приводит. Потому что мы ищем, то есть мы уверены, что мы сможем разглядеть ее или его. Мы сможем и его, или ее найти. То есть мы свою волю, свой вкус, свое желание, свою ставим выше Бога. Мы не надеемся на Бога, потому и ошибаемся. Если бы мы понадеялись на Бога, сказали, Господи, как ты хочешь, ты знаешь, что для меня нужнее, вот, как хочешь, ну, приведи ко мне его или ее, вот, тот того или ту, который мне нужнее всего, который будет радостью, светом моих очей. Вот, и делайте то, что нужно делать для стяжания благодати Святаго Духа. Творите волю Божью и непоколимым и верьте, что Бог обязательно о вас позаботится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!